Сегодня мы вновь возвращаемся к проблеме брошенных в жилых дворах и межквартальных проездах автомобилей. Порой под толщей снега их практически не видно. И лишь с переходом весны оказывается, что огромный сугроб на самом деле скрывает так называемый подснежник. Владельцев такого заброшенного металлолома начали привлекать к административной ответственности. Но как показывает практика, и это не особо действенный способ. Возможно, только кардинальные меры смогли бы изменить ситуацию. Какие? Сегодня на эту тему рассуждают работники дорожных служб, госавтоинспекции и административной комиссии. Скажите, пожалуйста, в городе Лоботанге есть проблемы автоклама и брошенных автомобилей в жилых дворах? Есть, конечно, есть. Часто встречаются такие автомобили? Встречаю, встречаю. Бывает. Можно часто встретиться. У нас, правда, нет во дворе, но все равно. В нашем, допустим, дворе машина по Гагарина я живу, но машина 8-9 стоит в нашем узком маленьком дворе. У нас там бочки от топлива, грузовые машины и тому подобное. Всякие сараюшки. То есть автохлам присутствует? Еще как. Ну а кто этим службами занимается, чтобы этого не было? Пускай занимаются, как бы и устраняют. Проблема брошенных автомобилей в жилых дворах достаточно серьезная. Это подтверждает большая часть опрошенных нами горожан. Белые, синие или красные, легковые или грузовые, на ходу или уже непригодные для дальнейшей эксплуатации. Из-за халатного отношения их владельцев они могут месяцами, а то и годами, стоять на одном и том же месте. При этом портить не только общие обли города, но и доставлять массу неудобств, например, дорожным службам. Пишутся письма, чтобы убирали машины, автохлам и все, чтобы опятствует проходу автогридера и спецтехники по выгрузке, загрузке. На многих таких недвижимых раритетах попросту нет регистрационных номеров. Искореженные груды металла убрать можно только с помощью эвакуатора. Владельцы делать этого не торопятся, а у дорожных служб нет на это законного основания. Несмотря на то, что техника соответствующая уже имеется. У нас есть купленный манипулятор, 10-тонный. Он позволяет любую технику загрузить. Сразу возникает вопрос, почему на сложившуюся ситуацию не реагирует госавтоинспекция. Оказывается, привлечь водителя и брошенного легкового транспорта к ответственности ГИБДД не может. Со стороны госавтоинспекции мы можем привлекать владельцев, собственников, водителей, управляющих транспортными средствами только за те нарушения, которые предусмотрены за нарушение правил дорожного движения. За те нарушения, за которые предусмотрена административная ответственность Кодексом Российской Федерации в административных правонарушениях. Во всех остальных случаях, к сожалению, мы привлечь к ответственности ни собственников, ни водителей не можем. Но это касается только легкового транспорта. Если говорить о грузовой технике, то работа в этом направлении ведется более успешно. В скором времени на помощь сотрудникам ГИБДД должно прийти современное оборудование. В настоящее время данный прибор отправлен на поверку в город Санкт-Петербург. После того, как этот прибор придет, у нас количество данных штрафов возрастет в разы. Борьбу с автохламом в Лабутангах начали больше года назад. Десятки владельцев были привлечены к административной ответственности. Запрещено вставление транспортного средства, непригодного к эксплуатации. Данное деяние образует состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 3.3 закона Ямао-Ненецкого автономного округа об административных правонарушениях. За данное правонарушение предусмотрена штрафная санкция на граждан от 500 до 2000 рублей. Но время показало, что даже административное наказание не сильно изменило ситуацию в лучшую сторону. Этот вопрос уже включен в повестку заседания комиссии по безопасности движения, которое запланировано на середину апреля. Ускорить разрешение проблемы могли бы сами владельцы этих машин, если бы нашли для своего имущества более подходящее место, например, на пункте приема металлолома. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова